Всем привет дорогие! С вами Таурус и мы продолжаем играть в Магомена 6. Пора было бы начать с стадии Мистера Икс, но я совсем забыл про один комментарий от товарища Евгения П, который он написал еще ко второй серии этого летсплея. Дело в том, что смотрите, какая была моя логика. Мы сейчас прошли всех боссов, мы получили все, что можем. То есть 3-2 адаптера, ну третий это без адаптера, это наш основной Магомен, основной костюм. У нас есть все силы боссов, мы даже собрали все 4 буквы и получили птичку бита. То есть я не мог предположить, что есть еще какой-то бонус, но он действительно есть. Я думал, если что-то и осталось пропущенным в каких-то уровнях, да, то это какие-то там энергетические банки и так далее. Здесь же вовсе не так. Привет, дружище! Наконец-то появился и Протомэн, которого мы еще не видели в этой части игры, но он традиционно появлялся в каждой из предыдущих частей. Итак, вот такую вот штучку мы сейчас заберем. Именно наш братец ее нам предоставил. Я на самом деле знал об этом, ну как знал, за кадром еще пробовал получить это все, чтобы хотя бы понять. И на самом деле изначально вообще не понял, что это такое, что надает. То есть оно не влияет ни на что, собственно говоря. Потом залез на один англоязычный источник и даже там не совсем понял, что это такое. Вот, но уже немножечко так вникнув в эту ситуацию, понял, что он нам позволяет брать вот эти вот бонусы, которые восполняют наши силы. Не переключаясь на эту самую силу. То есть, если мы, допустим, потратили тамагавкмена и хотим его пополнить, нам не обязательно включать костюм тамагавкмена, чтобы пополнить. Мы с обычным мегабластером можем получить вот это вот оружие. Ну, я так понимаю, что оно рандомным образом будет располагаться. Вот, мелкая способность, но достаточно, знаете, необычная. Я даже не могу ее толком отсыдить, насколько она будет полезна. Но она просто будет... Это все равно, что вы играете в Metal Gear 1, я его проходил на своем канале. Вот, и вам не нужно переключаться между ключами, чтобы проверить, какой ключ подходит к двери. То есть, если вы смотрели этот летсплей или играли в эту игру, то вы понимаете, о чем я. Это должно быть удобно. Это действительно должно быть удобно. И, к счастью, к счастью, нам позволили на предыдущие уровни переключиться. То есть, после прохождения последнего уровня из восьми стандартных, нас не заставили сразу же двигаться к мистеру Икс. Итак, мы заканчиваем этот самый уровень тамагавкмена. У нас есть девять энергетических баночек. И все. Пора, друзья, пора. Итак, вот он, замок таинственного мистера Икс. Пожалуй, самого необычного из побочных персонажей всей серии на NES. Был ранее Доктор Казак, но Доктор Казак был лишь подчиненным Доктора Вайли. Как нам сообщили, то мистер Икс изначально управлял всем этим. Именно он источник зла. Итак, поехали. Футуристическая такая стадия. Здесь у нас пушки находятся. На самом деле, друзья, я еще вчера вечером пытался записать этот эпизод. Вот, но я какой-то был сонный, тупил. И здесь будет один момент, на котором я умер несколько раз. И поэтому я просто решил перенести запись этой серии на утро. Чем, собственно, сейчас и занимаюсь. С трезвой, с холодной головой, ну, трезванная мне вчера была, гораздо легче проходить сложные моменты и не хотелось бы тупить. Здесь так курсирует вот эта вот пушка на пропеллеры прямо вдоль вот этой самой лестницы. Но не составляет никакой трудности это все пройти. Вот здесь я тоже умирал. То есть, вот эти вот пики, на самом деле, ну, колючие шарики, это не самое лучшее, что есть в этом уровне. Тамагавк очень помогает. Птичку я вам покажу, конечно, но она пока здесь особо не нужна. Пока здесь и так все просто. Вот. И я, на самом деле, сейчас сохранюсь на следующем экране, потому что именно там я умирал кучу-кучу раз. То есть, я не мог себе позволить не попасть вот туда вот направо. То есть, смотри, какая ситуация. Нам нужна сила. Далее. Давайте сохранимся, потому что, опять же, я не буду проходить уровень этим путем, потому что он просто сократит. Я за картой пробовал пройти. Вот. Есть вот такие вот платформы, которые влево-вправо после твоего прикосновения меняются, да? Есть справа ломающаяся стена, которую нужно будет так вот попробовать уничтожить. Есть вот это вот колье, которое вы просто умираете, когда вы к ним прикасаетесь. Вот. И есть падение вниз, которое обновляет экран, даже если бы мы успели разбить эту стену. Поэтому, друзья, уж извините, я с перезагрузками хочу вам это показать, потому что... Ну, раз уж у меня вчера это получилось сделать в сонном состоянии, то надеюсь, что сейчас получится тем более. Блин, да что ж такое, хватит умирать. В свое оправдание с эстетов я могу сказать, что я не буду проходить этот уровень вот этим вот самым способом, потому что... Он конкретно сократит уровень. Я-то уже проверил. Мы пройдем уровень обычным путем. Блин, ну мне просто хотелось бы вам это показать. Я не хот... Черт, что же делать? А ну, мы не можем... А если мы по центру будем стоять? Нет, но все равно кидает вниз, хорошо. Вот, маленький какой-то прыжок. Еле дотронуться надо. Черт, а. Вот так, друзья. Да ема, я маленький-маленький прыжочек делаю, серьезно. Да ема, е. Может, он и не показывает уже, что там находится. Нет, там ничего особо не находится. Там... Вот так вот. Есть. Получилось. Просто хотелось вам показать. Вот, это такое себе секретное место, пожалуй, самое сложное вообще в серии. Вообще в этой части игры. Вот, смотрите. Вот такие вот бонусы маленькие пополнения силы. И нам не надо переключаться из костюма, чтобы пополнить там агавка, которого мы потратили. Кстати, есть вероятность, что с помощью вот этого специального бонуса, который нам передал Протомен, мы теперь сможем с помощью вот таких вот бонусов пополнять больше силы, чем могли бы раньше. Это сделать. Без этого бонуса. Вот. Вот это можно вообще, в принципе, было не разламывать, насколько я понял. Так. Здесь еще бонусы вот такие вот, которые нам, в общем-то, и не нужны. Лягушечки. Вот. Сколько лягушек, это капец. Аж экран начал подтормаживать. Снова проседание текстур этих. Давай. Вот так вот. И под конец, что нас ждет, это вот такой вот блок, который мы разбиваем и получаем аж 4 жизней. И мы вныриваем в основной части уровня прямо возле босса. То есть мы пропускаем, наверное, чуть ли не половину уровня, если не больше. Поэтому я хочу пройти обычным путем. Вот. Но что будет сверху, этого я уже не знаю. Потому что вчера я дальше не проходил. Ну что, давайте покажу вам птичку бита. И что она умеет. Ну, в общем-то, то же самое, что было в пятой части. Это просто, это мой любимчик. Я готов эту птичку просто расцеловать. Это такая классная штука. Это капец просто. Я так обожаю бита. Это капец. Полетели. Вспоминая прошлые части, нельзя не отметить, что приходилось частенько очень сложными способами преодолевать вот такие вот огромные расстояния. Например, в первой части надо было расставлять платформы. А я не знал, кстати, что платформа может зависать в воздухе. То есть мне было сложнее. Ух ты, ё-моё. Может быть, теперь так попробовать поуничтожать их. На самом деле, тут не самые... Они... Их не так далеко убить, потому что иногда стреляешь. А... Они мешают, поэтому давайте всё-таки используйте оружие. У нас их очень много. Нет, это удобно, что нам не придётся между ними переключаться. Конечно, удобно. А, блин, вот так вот. Были стрелы, которые мы выпускали. Надо было по ним подниматься. Но с джет-рашем эта проблема отпадает. Потому что вы просто летите куда вам нужно. Также можно вспомнить и собаку, на которой мы становились. Раш. Кстати, раша нет в этой части. То есть он просто в нас переключается. Вот. Вспоминая эту собачку, можно упомянуть о том, что было сложно в нужном направлении прыгать. То есть она, допустим, только горизонтально летела. Помните, да, это всё разжет. И в пятой части, и в четвёртой, кажется, то же самое было. Здесь же мы сами полностью владеем своим полётом и можем куда угодно лететь. Здорово. Так, если мы разрушим вот этот блок, что-то нам дастся? Ещё одна баночка. Знаете что? Мы сейчас пополним один разок одну энергетическую банку. Знаете почему? Потому что больше девяти быть не может. Мы уже достигли своего максимума. Так. Мерзкие какие. Ай, я не хотел проделать. Сейчас она ещё в нас скинет. А, хорошо, вернулись. Жизни полные, проблем никаких. Здесь ничего, кажется, мы не можем получить. Ну вот, и мы пришли в ту же самую часть уровня. Ну, в принципе, я рад, что мы ничего не сократили. Просто я не люблю этого. Конечно, мы бы себе серьёзно облегчили жизнь, но... Не знаю, насколько это было бы хорошо. Ну, а теперь давайте сохранимся. И как мне чертовски интересно, что будет дальше. Потому что после того, как вы пройдёте ботов-мастеров, нельзя предугадать, что будет дальше. Неужели мы будем сейчас по какой-то движущейся платформе? В стиле какой-то там части... Оу! Классно! Там агавка попробовать, чёрт. Я не знаю. Там агавка работает! Работает? Только мы не особо работаем. Так, хорошо. Слушайте, а чё-то я не пойму иногда. Сбоку, наверное, надо именно попадать. Так, ну мы сейчас умрём, конечно. Потому что... Когда в них надо попадать? Я не пойму. И от них как-то увернуться не получается. Вот в чём беда. Так, давайте перезагрузимся. И попробуем ещё раз там агавком завалить. По-моему, мне кажется, что их перепрыгнуть нельзя. Вот есть у меня такое впечатление. Банку использовать? Не знаю. Стоит ли? Нет, можно перепрыгнуть. Можно перепрыгнуть. Вот так вот. Только как попадать, я, честно говоря, не пойму. Всё, у нас уже закончились силы. Хм... Чем бы ещё попробовать? Я не пойму, честно. Наверное, знаете, куда надо попадать? Вот эту вот стеклянную голову ихнюю. Хотя нет, я вот сейчас прямо сбоку попал, и нормально всё было. А, пожалуй, используем. Мы ведь для этого их и хранили, верно? Жалко, что десятую нельзя было взять. Но я думаю, что мы ещё сможем. Тихо. Не знаю, благодарное ли это дело... Заряжать. Потому что... Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Ну, вот так вот сейчас и победим. Спокойненько. Первый есть. И остался лишь второй. Вот так вот. Итак, друзья. Первый уровень загадочного Мистер Икс. Ещё более зловещий старик, чем Доктор Вайли, судя по всему. Хотя именно Доктор Вайли будет нашим основным антагонистом. Антагонист или протагонист? Я уже забыл. То есть главный злодей всей серии. Так, ну что. Успешно прошли. Давайте-ка ещё разочек. Поиграем. Да? Почему бы нет? Давайте ещё один уровень пройдём. Мне интересно. Мне просто интересно поиграть в эту игру. Давай. Потому что в таких уровнях никогда... Не знаю, что тебя ждёт. Ха-ха-ха. Забавно. Вот. Сейчас пополним себе, допустим, томагавка. И нет нужды переключаться. Нет, удобно на самом деле. Нежизненно важная способность, но удобно. Вот. Все враги, которых мы уже встречали. Не только в каких-то там предыдущих частях, но уже и в этой. Чёрт. Как-то по-глубому сейчас получилось. А-а-а-а. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай. А, да нет. Не так и сложно. Что-то мне показалось, что здесь может быть прыжок сложный. Так. А вот эти будут падать. Да. Поэтому сделаем вот так вот. А здесь? Да ладно. Они же знают, что у нас есть джет раш. Ну, ладно. Хе-хе. Полностью пустая сейчас была стадия. Что-то внизу. Ну, стоит ли туда падать? Блин. Я боюсь, если мы сейчас упадём и умрём там. Нет. Просто такая-ся яма-ловушка для тех, кто не имеет способности летать. То есть, может кто-то, кроме Мегамена, мог бы сюда попасть. Так, да. Вот туда уже бы не хотелось попадать. Там ямы. Там шипы. Такие себе трезубцы. Так. Ну, всё по-старому. Всё по-старому. Давай сюда. Амс. Тут у нас что? Убивать его нет необходимости никакой. Ну, ладно. Просто всё. Всё пока что очень просто. И мы уверенно проходим, не умерев при этом. Но только лишь на моменте с боссами. Когда не понимаешь, как их проходить. Здорово. А-а-а. Блин, я такие-таки не смогу вернуться. Забавно. Что, всё? Это и весь уровень. Забавно. Коротенькие уровни. Очень коротенькие уровни. Так, ну что, давайте сохраняться. На боссах мы можем это делать. Копьё попробуем. Не знаю. Тамагав в первого раза получилось угадать, что он боится. Хотя, может, чего-то бы больше боялся. Так, у нас есть какая-то установка. Установка весьма... Нет, что-то мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится. Нам сейчас просто нужно узнать, чего он может бояться. Булава есть такая возможность. Нет. Нет, не боится он булавы. Вспышка. Сейчас. Нет, вспышка взрывает, кстати, всех врагов на экране. Может быть, убивает. Потому что сейчас разрушились падающие камни. Но я не пойму. Нет, не боится. Огнемёт. Хотелось бы узнать, чего он боится. Подождите. Мы сейчас с вами проверяем. Всё-таки как удобно. Знаете, я уже привык, что теперь не приходится останавливать запись. Начинать заново. Как было при запись через эмулятор. Теперь, конечно, удобно очень. Да, ну, я не успел понять, честно говоря. Да не, не боится, кажется. Торнадо. А тут, блин, фиг попадёшь, каким торнадо на самом деле. Чёрт, а я что? Выключил. Да не боится он торнадо. Ничего он не боится. Биощит. Кстати, можно было как-то кидать, по-моему. Как-то не очень у нас с вами пока получается, да? Но ничего страшного. Так. Биощит. Ну же. Да не, я честно не пойму, как и пользоваться. По-моему, можно было как-то кидать. Так, ну что, неужели он ничего не боится? Ещё раз тамагавка, нет смысла пробовать. Бит. Просто... А, или он будет сейчас... Он за камнями охотится. Это плохо. Что, ещё раз тамагавка. Я опять умер. Так, ребят, надо что-то решать. Неудобно, что он вот так вот летает. То есть, возможно, нам надо будет... Если своим оружием родным убивать, то... Да попадишь ты хоть раз. Что? О, и этот боится тамагавка. Он боится тамагавка. Ха-ха-ха. С ума сойти. Знаете что? Может быть... Ладно. Силы тамагавка маловато. Знал бы я, так бы, не использовал я его расточительно. Ладно. Поехали. Сейчас проверим. Так. Чёрт. А тут фигу вернёшься, вы знаете. Мне бы хотелось попадать по нему очень хорошо. Чёрт. Иногда попадаю, иногда промакиваюсь. Не-не-не, всё. Нас опять убили. Я просто не хочу сейчас использовать банку. Тем более, учитывая то, что босс лёгкий. Ну как лёгкий? Если попадать по нему уверенно тамагавком, то... Никакой банки не нужно. Что ж, давайте пробовать. Раз. Два. Вот так вот можно стоять как-то. Вообще вдали. Сюда почти не долетают его камни. Ну, долетают, конечно, но... Слушайте, может правда просто вот так стоять и всё? Не совсем, конечно, это... Получается удачно. Не всегда, по крайней мере. Да, у нас заканчивается тамагавка. Чёрт. Неприятно. Чёрт. Уже таким вот способом пробовать это, конечно... Да, нас убили. Да. Чёрт. Хотелось бы, конечно, победить его. С учётом того, что мы вроде как неплохо справляемся. Но уже... Но уже... Но уже есть получилось! Добить его основным оружием. Ну, как основным. Пришлось немножко полетать. Но, блин. Я от себя такого не ожидал, по правде сказать. У меня сейчас... Я просто смотрел на вот эти вот выстрелы. Я даже на себя толком не смотрел. Ну, каким-то периферийным зрением наблюдал, где наш Мегомен находится. Ну, что ж. Неплохо. За этот эпизод мы получили... Жизь-ка. За этот эпизод мы получили весьма прикольный бонус. Не знаю. Я не помню аналогов ни в одной другой игре. То есть, какой-то он уж очень необычный. И прошли два уровня. Мистера Икса. В следующей части мы, пожалуй, узнаем, кто он такой на самом деле. Ну, что ж, друзья. Надеюсь, вам было интересно. В таком случае, ставьте лайки. Подписывайтесь. И пишите свои комментарии. Оставайтесь на линии, друзья.